Привет, это Владимир Реальная Стройка и эта серия будет состоять из двух частей в первой серии я покажу какой я, в кавычках, сантехник а во второй части серии будет более подробно про окна, про их стоимость про монтаж и как это в результате стало выглядеть Итак, начинаем обзор Владимир Строй, сантехник недоделок Ну, я думал как я воду? Веду вот так вот так оставлю писюн и от него потом по стенам разведу как мне хочется и котлу, и ванную горячую, холодную но оказывается вот такие штробы горизонтальные, которые я наделал делать нельзя а я думал, еще выше штробу сделаю и здесь вот тут разведу как хочу воду а сейчас лишь бы залить полы пришел сантехник наорал на меня, сказал, что я придурок но для начала про сантехнику поняв, что моих навыков в разных строительных работах кроме бетонных и кладки у меня не хватает я стал обращаться своим субподрядчикам которые занимаются этим типом работ в этой серии когда я приступил к сантехнике я обратился к своему субподрядчику Денису который дистанционно руководил мною по ватсап я ему сообщил что мне надо собрать водопровод и канализацию и послал то, что я уже наделал и он очень сильно стал ругаться что надо по полу разводить и в штробах поднимать вертикальные штробы допускается стал делать вертикальные штробы а, так вот в канале уже было сделано когда я вспомнил водопровод и узнал, что нельзя его параллельно вверху вести и теперь пришлось вот там вот вот так засовывать и вот здесь подпаивать и вот тут подпаивать короче, мучение получилось и как следствие у меня одна труба нормальная одна наискось типа стяжка скроет тут будет ванная и под ванной будет весь этот беспредел а я думал что все делается по вот этим вот стенам далее я не сообразил какую трубу за какой паять и теперь мне надо впаять кусок между двух неподвижных почти что фитингов я их раздвинул максимально туда максимально туда и сейчас буду впаивать и того у меня будет здесь ну, когда я вот это все паял в стене это было ужасно я не стал это даже снимать теперь у нас вот это здесь на раковину вот здесь будет ванная под ней как-то нырнут и вынырнут стену в штробе вертикальной вот это вот в дом тут видите куча всего лежит вот это вот в дом вот 32 трубой он вот туда выходит и вот здесь будет все у меня в углу и коллекторы отопления и какой-то там фильтр механический и все подряд будет у меня вот в этом углу в шкаф потому что площадь маленькая некуда больше его деть а сейчас буду пытаться паять вот этот вот кусочек трубы еще на него надо натянуть кишку ну короче масса всего все время забываю что кишку надо надевать вот здесь подводку под укритаз забыл кишку надеть я просто разрезать кишку и скотчем облепливать ну короче вся техника на троечку так вот а здесь армирование дает глубже штробу делать видите тут же армирование на первом ряду придется как-то вот так в носилку затягивать туда напрягать трубу здесь продолжать штробу на кусту я еще не знаю так и не знаю какая трека это будет стоять здесь как-то вот так раздвигать ну короче беспредел короче Вован главное с канали разобрался супер специалист так как впереди осень с большими дождями я те остатки дождеприемных вот этих желобов прикрутил на время просто чтобы вода отходила от фундамента здесь тем более большой уклон и это будет помогать воде улетать плюс я приду в один из больших дождей и посмотрю как там водичка собирается не собирается здесь вроде уклон есть но он приходит кушери здесь уклон был маленький и я вот такую накопал канаву и посмотрю вот так дальше докопаю куда будет деваться дождевая вода ну временную дверь установил дешманскую самую дешевую с новостроек бэушную вот такую фигню к ней придумал приблуду чтобы она не хлопала у нас здесь пришлось вот такой пакет собрать с подручных блоков так же пришлось наверху собирать а по ширине я выбрал под размер проблема в том что здесь есть специальные для крепежа такие лепестки или как сказать именно лепестки при толщине такие железки с дыркой чтобы туда анкировать дверь но все дело в том что они поторваны в этой двери когда ее демонтировали и что я сделал я взял просто-напросто я не знаю видите вы или нет найсквозь сквозь эту тонкую железку закручивал деревянных саморезов штук 5 то есть брал прям вот хорошо видно вот видите вот и сквозь окантовки различные то есть брал вот так вот просверливал и закручивал и потом запенил пока пены не было конечно дверь ужасно гнула сейчас тут уже ништяк то есть на деревянных саморезах по дереву найсквозь тут по 4 штуки на откос и на этот откос она вся такая хлипкая по лазеру я выставлял причем можно вот эту часть сделать по лазеру это будет не по лазеру так же она здесь плотно не прилегает здесь тоже пришлось ее пропенивать и тогда когда все пропенивано оно что-то похоже ну это дверь временная тут все было погнуто но именно я думаю при демонтаже это понаделал тот кто демонтировал эти штуки все повыламывал которые вон они отломаны валяются они никак невозможно их использовать поэтому я долго думал как сначала хотел вот так вот каким прямым подвесом но потом это уже будет вообще порнухой плюс ее потом не перепродаж а так я выкручу срежу и перепродам а сюда вставлю нормальную дверь взял я дверь за две с половиной тысячи довольно дорого ну короче они вообще разлетаются как пирожки только у человека появляется такая дверь он даже говорит ко мне несколько человек едут потому что есть специальные перекупы скупающие эти двери с новостроек там по пятихатке по шестьсоту по тысяче рублей и перепродающие по две три четыре и так далее смотря от толщины металла двери поэтому я к этому мужику поехал первый говорю так братан давай я сейчас прискочу дверку сейчас заберу прям сейчас поехал прям с ребенком выходной поехал на прицепе и забрал дверь главное просто схитриться пришлось с этой схемой через саму обналичку двери сквозь тонкий металл закручивать саморезами в противном случае ее не установишь лепестки пооторваны ну пена как говорится все закрепит и теперь у меня все получился полный домик ну то есть и двери и окна и все и вода внутри и каналия внутри вообще класс кучеряво живем на нетрудовые доходы инвестор рад скорее закрыть контур скорее пустить отопление отрезал кусочек трубы сейчас будем паять здесь грубо говоря на коленке потому что неудобно немножко сейчас вот так вытащим еще и погнали плавим 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 типа 5 секунд оп оп не спешим опа опа и держим все это часть трубы появилась теперь самое трудное так как здесь довольно таки неподвижный стык там буквально 3-5 сантиметров будем выигрывать эти 5 сантиметров и пытаться запаять ну вроде все подготовили паяльник четко вымерили сейчас сюда его введем хоть чуть-чуть а это сюда крутить нельзя не заходит так вынимаем трубу сначала вынимаем вот эту херную мантью и берем все фу фу все фу страшно страшно откручиваем даем не застыть надо дать да все вроде все получилось и труба спаяна теперь ее туда сдвинем выровняем здесь чтобы это все выглядело нормально кишку срежем ну в смысле стопор кишки ну все холодная горячая вода от холодной еще на унитаз сейчас надо напаять сюда заглушки сейчас значит напаяем раз надо тут легко тут ничего не мешает опачки вот она одна роднуличка вторая пошла опа все все водопровод в этой стороне ванная полностью закончен сейчас тут пылесошу и буду собирать до конца полы и так же здесь все вот это холодная ближе к стене горячая левая как мне все говорили кишки понадевал на все места которые доступны и вывел сюда теперь будем паять здесь но теперь паяем кончик воды горячей в районе котла просто чтобы подняться из стяжки опа держим держим все готово свариваем второй выход холодной воды тут еще сложнее так как места меньше ну вот выходы в район котла и готовы кишки сейчас наденем на одну на другую и все будет гуд первый в жизни водопровод вован собрал вот здесь вода запущена но тут один контур который если что я ставлю насос и выгоню в люк вот в тот который на улице если не успею запустить газ а вот эти два контура без всякой проверки будут сейчас сначала устилаться пенопластом а потом будут закрываться стяжкой если какой-то косяк произойдет нахрен не лжу эти контуры и погоню в неправильной штробе которая горизонтальная потому что боюсь воздухом прессовать очень долго там какие-то штуки надо компрессор все 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 а водой запускать не хочу чтобы в системе не было воды поэтому остается один шанс надеяться на то что спаял сварил полиэтилен полипропилен правильно все сейчас пылесошу и начинаю уже стелить ЭППС чтобы завтра привезти сетку и наконец таки заняться теплыми полами ну вот купил такую сверхтонкую сетку она там обещают 3 там 2 с половиной чтобы было 2 на 3 метра меньшего формата не было заносить в дом конечно будет неудобно через дверь значит буду здесь резать ну вот так вот их пресс на жигулях на моих суперских которые все что угодно могут привезти на себе зато платить не надо за доставку вот как раз я снимал подводку кролику и ребята подъехали добрый день Владимир строй о начинается видите исполняют я то думал на газель а получается помещается даже в вашу небольшую машинку да да этот объем сразу на машинке да только машинка устала немножко теперь выхожу поближе решила делать окна базель там я вам спецификацию покажу потому что ребята мне посоветовали что этот профиль получше чем другие варианты которые мне предлагали в городе и в то же время за разумную цену они представители базила вот здесь в Таганроге мы вообще работаем с теми кто ездит на пятерках если вы не ездите на пятерки даже нам не звоните я пацанам говорю куда вам прокинуть переноски а они говорят нафиг нам переноски у нас все фирменно нифига себе фирменно еще и хилти вот я с позволения пацанов показываю у них вся линейка от 22 хилти в том числе и пенные пистолеты так что им никакие не нужны переноски короче они багуют у нас пятончиков нет трудовой копейки а эти окончики видите сколько зарабатывают что у них все хилти ну все пацаны смонтировали окна еще встали мне немножко ленты если где-то не хватит прилепишь все за собой убрали тут мешок с этими самыми с мелочью тут мешок с мелочью и второй этаж тоже все чистенько здесь у нас фармуга на лестнице все тоже чисто я доволен все работает я уже проверил пооткрывал створки в доме сразу стало уютней так как думаешь что ты теперь в доме а не где-то на улице кстати забыл показать здесь почему-то под капельник вот такие какие-то пленки идут хрен знает зачем они нужны поприлепились крепко хрен от дерешь и туда она приходит все равно тут все запениваться будет это у меня загадка зачем это нужно внутри ладно внутри еще может быть шанс есть что дуть будет но зачем внизу если здесь все запениваться да и тут тоже хрен когда она будет дуть так теперь дом выглядит с фасада конечно коричневые были бы красивее но они стоят нереальные деньги не вкладываются в бюджет поэтому решили оставить так кроме этого скорее всего сделаем отлива в цвет крыши в цвет кровли но пока это не точно или белый или в цвет кровли отлива тоже пока не устанавливали потому что не ясен зазор что будет внешняя отделка фасада и как следствие не ясно что будет какой вынос отливов необходим в данном конкретном случае итак вот окна которые были вставлены здесь цены зарисованы по той причине что я эти замеры отдавал другие фирмы торгующие аналогичной продукцией для того чтобы сравнить цены так как я никому не доверяю даже субподрядчикам и хочу проверить что за те же цены они дают такое же качество значит два открывных окна первое и второе профиль базель 70 там три стекла причем снаружи оно отражающее как-то мультифункционально а внутрь еще с каким-то отражением то есть три стекла наружное внутреннее с какими-то там напылениями я забыл как они называются в другом месте они записаны в конце все цены я покажу два открывных открывное глухое потому что в некоторых комнатах в комнате 10 квадратов два окна по 3 метра поэтому я все открывные решил не делать смысла никакого я не вижу фурнитура усиленная титан именно она дорогая специально потому что провисание окон основная проблема которая происходит еще из допов кроме мультифункционального вот этого пакета трехстеклового еще у меня серые уплотнители они черные это тоже денег стоит тут глухое и не глухое два маленьких для второго этажа глухое и открывное везде тройной стеклопакет еще для второго этажа ну еще для второго этажа то есть 5 окон открывных 4 неоткрывных и вот цена всего у меня почти 17 метров изделий заплатил я за них с монтажом 131 904 рубля но надо сказать что у меня нету я специально заказал ни москитные сетки ни отлива москитные сетки не нужны потому что их убивают на объекте переставляя 10 раз туда-обратно когда не мешают а отливов нет потому что непонятно чем облицовываться будет фасад насколько вынос будет большой нужен отливам значит ссылки на этих пацанов я сделаю под видео кому интересно в нашем регионе по области они работают только сразу замечу вся рукожопость которую вы видите во всех видео это мои самопальные решения консультанты в этом не виноваты чтобы вы не хейтили их кстати ссылка на всех консультантов будет под всеми видео на которые я на них буду ссылаться а я сейчас прекращаю потому что тайминг очень большой и вы конечно будете плохо смотреть как всегда у этого видео и у других будет дурацкое название извините я продолжаю тесты как всегда предупреждаю что повторять за мной в этих сериях не нужно в комментариях пишите какие ошибки я допустил ставьте лайки делитесь этим видео в соц. сетях чтобы повеселить народ и не забывайте если вы не подписаны ставить колокольчик и вы увидите как бетонщик своими руками делает другие работы кроме бетонных здесь плывет предыдущая серия этого видео а здесь следующая серия этого видео потому что сериал продолжается с вами как всегда был Владимир и напомню делай хорошо плохо оно само получится а если не знаешь что делать лучше спроси у специалистов но не из ютуба а из реальности субтитры